Парламент И Грузия вроде бы вздохнула свободней Не нужно называть Россию своим врагом Уходит в прошлое кровавые многотысячные демонстрации Цветущая махровым цветом политическая коррупция Но так ли все просто и позитивно в стране? Теперь оппозиция уже почти бывший глава страны Михаил Саакашвили Он стоит взобравшись на трибуну в своей обычной позе И кричит, сперясь взглядом в жуткий флаг Друзинский с американскими полосами Саакашвили хлопают без особого энтузиазма Это разительно отличается от 2005 года Когда народ отчаянно верил в своего избранника Только что пришедшего к власти Он хотел многого очень В том числе позитивных результатов Но случилось то, что он допустил грубейших нарушений В сфере экономики В сфере управления государством Он не был демократическим лидером, кстати говоря Он был единачальником Принимал на одном уровне только решения Он все знал Он все владел Он все распоряжался И поэтому это неудивительно, что такая Последствия как раз наступили Последствия были двоякими С одной стороны, страна стала подниматься из руин Белись отмыли и отчистили Отстроили современные здания И положили вполне европейского качества дороги С другой стороны, экономика застыла в стагнации Безработица стала хронической А население привыкло к ощущению страха и ненадежности Постоянно было чувство тревоги Потому что наш первый лиц непредсказуемый Он, конечно же, интересный человек Но он непредсказуемый Что ему, с какой стороны ударить Что-то в голову непонятно И чем это обернется, тоже непонятно И постоянно вроде бы Как бы и дороги делаются, и фасады Но через какое-то место не то, понимаете Это все делалось Главным изъяном правления Саакашвили Стала коррупция К власти пришли голодные люди И они стали всеми способами добывать себе пропитание Потому что все сферы влияния были поделены Весь бизнес За мясо отвечала одна семья и все И все И ты мог привести дешевле, лучше Но никто бы тебе это не разрешил Это было на каждом углу, понимаете Это было в каждой отрасли Это знали все Знали по фамилии, кому что-то принадлежит И никто не... Вот есть такое слово Не рыпайся Вот мы и не рыпались, понимаете Этого человека мы обнаружили неподалеку от здания парламента В палатке он живет уже несколько дней И популярно объясняет всем, что митингует против Саакашвили Против Саакашвили? За Иванишвили? Да А зачем тогда вот? Иванишвили вон уже, вон Там вы ходите А, против вот этих, да? Конкретно, что вы хотите? Знаю бизнес, я ответил Отняли бизнес? Да Отняли бизнес, да? Да А у вас бизнес? Мебель Мебель Мебель, мебель Мебель, мебель занимались А вы из Билиси? Нет А давно отняли? Когда отняли? В этом году, в прошлом году? Три года назад Вернуть деньги пострадавшие не надеются Но мечтают хотя бы восстановить справедливость Это, похоже, общая тенденция Большинство грузин смотрят на Иванишвили Как человека, который Наконец-то воздаст всем по заслугам И тот, пока что, оправдывает ожидания Он оказал помощь пострадавшим кофетинцам в Восточной Грузии В прошлом году были там стихийные бедствия, Берновонения и град И пострадал их урожай Он помог, сдержал слово всем, кто пострадал от града Помог, и они получили, крестьяне денежные компенсации Очень солидные компенсации Во-вторых, сейчас весна и полевые работы закончились И государство помогло Крестьянам, опять-таки, им выдали Воучеры по 600 лари Это примерно Это больше 330 долларов Почти 400 долларов И крестьяне Очень спокойно смогли Обработать земли Получить за эти воочери топливо У них была возможность Воучить от государства технику И эти работы прошли целым успешно Иванишвили попал в цель с еще одним обещанием Его партия «Грузинская мечта» Назвала одним из приоритетов улучшения отношений с Россией Хотя эксперты признают Это будет сделать непросто Сейчас эти отношения находятся В таком заколдованном круге Мы не знаем, как оттуда выйти Россия не собирается, насколько нам известно Отозвать свое признание Абхазии, Южной Осетии Как независимых государств Мы от принципа территориальной целостности И свободного выбора в наших международных телах Не откажемся С нашей стороны восстановление дипломатических отношений Означало бы признание того, что Грузия уже смирилась с этой реальностью Что нас эти территории уже не интересуют Мы тоже их признаем отдельными государствами И весь мир воспримет этот сигнал таким образом Несмотря на сложные отношения, Россия все же перестала быть врагом номер один У грузин появилась возможность открыто выражать свои симпатии Большому соседу, не прячась по кухне Что, какие-то сверхъестественные изменения произошли И стало лучше жить прямо? Нет, этого еще нет, пока нет Пока нет Но есть надежда, вы понимаете Появилась самое главное Появилась надежда Вместе с воздухом свободы и надежд В головы грузин стали проникать и обрывки правды о Саакашвили Телевизоры наполнились сообщениями Порой похожими на легенды О любовницах, о десятках тысяч долларов за тайский массаж О тысячах личных охранников и безумных зарплатах министра Я не думаю, что его надо повесить за яйца, как говорил Путин Не думаю Но сказать правду о каких-то неблаговидных действиях Конечно же надо Очень много откроется И политическое убийство Самое интересное, что мы ведь маленькая страна И очень маленький город Мы все-все знаем И сейчас это А порой даже не хочется, чтобы это открывалось Потому что уже хочется пожить То, что грузинский народ устал от нестабильности И надеется на мир при новом лидере Отрицать трудно Но до всеобщего обожания Иванишвили далеко Уже сейчас есть те, кто критикует его политику Каждый скажет почти из сторонников Иванишвили, что им не нравится Чересчур мягкое отношение Иванишвили к представителям прежней власти То есть Иванишвили не раз заявлял, что мы должны культурно обходиться Обойтись с Саакашвили как с президентом А на самом деле Саакашвили нарушил конституцию Прессуровал себе полномочия Продлил себе полномочия президентские на несколько месяцев То есть сейчас он в данный момент Фактически можно сказать, что он не является легитимным президентом То есть он должен был уйти из поста Поскольку его полномочия закончились А выборы должны были состояться в октябре То есть в этом промежутке времени У Грузии нет президента юридически Должен был исполнять роль президента По конституции председатель парламента Но Иванишвили не стал в это дело углубляться И правительство признало полномочия президента Но тем самым осложнило жизнь и себе, и всей стране Вот это, если вы спросите У практически каждого сторонника Грузии Тоже вызывает недовольство И действительно, все ждут громких арестов Но где же они? Однако вполне может быть, что все это лишь дело времени Грузии, он непростой человек, он очень жесткий Если у него украдешь рубль То он накажет на все сто Это мы знаем четко Понимаете? Были прецеденты? Да, были прецеденты Были Были, я знаю этих людей Даже близкие его Через семьи Так сказать А это было законно? Законно, законно Он просто перестал общаться И перестал Давать деньги И они на улице Несмотря на то, что это даже по крови близкие люди Было Несмотря на то, что формально Глава страны по-прежнему Саакашвили В то, что он победит на выборах Уже никто не верит Нормальные люди, которых подавляющее большинство Вкусили перемен и не хотят возвращаться к прошлым Социальной базы у Саакашвили фактически нет Это либо вот как-то сдвинутые несколько В голове, что скажу прямо Не в порядке совсем такие люди Либо абсолютные люмбины У которых ничего не осталось И этими людьми манипулировать их сознанием легко Либо очень богатые, которые нажили что-то состояние при Саакашвили И боятся потерять это Вот это социальная база Больше никакой социальной базы у них нет Куда потом пойдет Саакашвили Предсказать трудно Эксперты сходятся в одном В грузинскую политику ему путь заказан Он молодой человек Ему 45 Что он Дальше останется ли политики Я исключаю этот вариант В Грузии вряд ли Потому что поддержки у нее Будет вякать, как говорят по-русски Если его товарищи Из Европы или из Америки пристроят Какую-то международную организацию Я думаю, что вот такая где-то будет В какой-то международной организации А в политике вы его не видите здесь? В грузинской уже нет Никогда Уже даже молодое поколение С которым сегодня студенты Десятиклассники Ему больше не поверят Сейчас Грузия парит в атмосфере надежд И мечтает о светлом будущем Первые шаги Иванишвили обнадеживают Но вот что будет дальше? Ведь приходящему к власти Саакашвили Тоже когда-то прочили блестящее царство Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА